Зимой вот здесь весь пол был залит водой, потому что текло непрерывно 4 дня вместе с побелкой и просто невозможно было ходить. Крыша над головой Татьяны Калагривовой начала протекать осенью прошлого года. Главный сюрприз ждал в конце зимы, когда стал таять снег. От постоянных протечек провис потолок, а месяц назад он и вовсе треснул. Женщина рассказывает, в управляющую компанию за помощью обращалась не раз. Ответ всегда прост. На ремонт нет денег. Но вскоре коммунальщики все же наведались в квартиру Татьяны. Два дня назад приходили специалисты, потыкали палкой и после этого потолок обрушился совсем. То есть вот в таком состоянии, и с него постоянно все сыпется. Дом на театральном проезде построен в начале 40-х годов. По словам директора управляющей компании, все балки и бревна здесь старые и гнилые. А в том месте, где обрушился потолок, вообще не было плиты перекрытия. Решить проблему как можно скорее коммунальщики вызвались только после того, как за дело взялась мобильная приемная губернатора. Собственникам принято решение, что они своими силами снимают всю плитку, которой обклеен потолок, а мы отбиваем штукатурку и смотрим целиком. После того, как будет определена вот эта вот дефектовка, что там, примем какие-то меры, что как нужно это все локализовать. Мобильная приемная в регионе работает с июня, выезды на встречи с жителями каждую неделю. Главная задача – разобрать проблему на месте и привлечь к ее решению всех компетентных специалистов. Бывают и нестандартные ситуации. Судя по документам, полученным от управляющей компании, в доме на театральном проезде все в порядке. Когда вступили в контакт непосредственно уже с заявителем, обнаружилось, что проблема-то на самом деле есть, она не устранена. И когда уже мы сегодня выехали с контролем, мы увидели, что да, действительно, еще нужно массу усилий предпринимать, чтобы эту проблему локализовать. Приступить к ремонту худой крыши руководство управляющей компании планирует уже на этой неделе. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.